Шма-Израэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхад, Бару, Шенкевод, Малхутов, Леолам, Ваэ. Я вспоминаю то время, когда у меня был фарт. И я вышел на улицу, сел, просто сижу, Татьяна говорит, что случилось? Я говорю, мне плохо, просто плохо. Она выбегает, как раз мы у Ромы, тогда на квартире, там делали ремонт, в руки, в краске, валик или кисточка в руке, я не помню, что точно уже. И она кричит, как позвонить в скорую помощь? И тут мы понимаем, что мы не знаем, как позвонить в скорую помощь. И люди не знают, как позвонить в скорую помощь. Вдруг проезжает мимо скорая помощь. Таня, вы бегаете, начинает кричать, люди, помогите, муж умирает. А они просто проехали, и она говорит, какие хиппокриты, да, или какой-то хиппократы. Где ваша клятва хиппократа, говорит, и фактически вы такие, что дух она разворачивается и возвращается обратно. Конечно, меня тогда спасли, слава Богу, за смелость моей жены и дерзновение в молитве. Вот момент такой, по которому я хочу сегодня говорить о том, что вот эта скорая помощь уже в пути. Для каждого из нас, знаете, когда я встречаюсь с людьми, это под долгой моей службы, да, могу говорить так, и призванию, мне не только приходится их консультировать по одному или другому вопросу. Мне просто приходится с ними молиться, стоять в проломе за тех или другие вопросы. Мне также хочется и нужно выслушивать их, их проблемы, ситуации, и чаще всего за последние какие-то полгода я начинаю слышать то, чего бы я не хотел бы слышать. Но иногда сам попадаю в эту историю, в историю, которая мне не нравится, но и у меня тоже это происходит. И я понимаю, что эти события, которые за полгода изменили весь мир, наше общество, нашу страну и самих нас, подвигают нас к одному состоянию, которое я буду говорить о том, что не очень хорошее. Это неприятное состояние, состояние, когда уже ничего не хочется. Может быть, да, может быть, это так совпало, конец лета, август, жара, давление падает, поднимается, усталость, вышел на улицу, посидел, уже устал, еще не прошелся, уже ничего не хочу делать, ни море, ни солнце, ни сама природа не помогает нам в состоянии. Возможно. Но суть, когда я разговариваю с людьми, я часто слышу, где взять силы. Их просто у меня уже нет. Я скажу так, что у меня тоже нет сил. Я тоже замечал с собой, что мне не хочется делать то, что я уже хотел делать раньше. Не могу делать то, что запланировал. Но под часть пандемии, из этих шесть месяцев, не просто мы устали, нам кажется, что все лето оно как будто так долго тянется, что нам не хочется из этого выходить, состояние. Состояние, которое не совсем важно для человека. И нам, знаете, вот как людям, просто нужно задуматься о том, что у нас происходит в духовном мире. Ведь мы же духовное творение. Тем более, когда уже некоторые так заработали за лето, потому что сезона нет, что нужно собрать все деньги, которые возможны на всю оставшуюся жизнь. Что нужно работать и служить, тем более молиться, тем более делать служение, которое Бог нас призывает, призывает уже нету сил. Нету сил. Те, кто стояли в проломе годами за то или иное дело, уже не интересует результат даже. Я здесь спрашиваю, какие были твои мечты, о чем ты молился, что Бог тебя, куда Он тебя вел. Он говорит, рэба, лучше не спрашивайте. Это уже давно забытые дни. Забудьте о том, что я хотел или хотела. Тем более, знаете, их не интересует. И они не хотят продолжать то, что Бог уже им вручил, когда они пришли к Нему. Помните себя? Я пойду, куда ты пошлешь, буду там, где ты меня направишь. Буду делать до конца своей жизни. Мы говорили, Господи, спасибо, что ты спас меня из этой прорвы греха. Теперь я твой навеки. И вот мы пришли к 2020, да, к середину года. Пандемия многих подкосила эмоционально, психологически, экологически и, наверное, экономически. И тут у нас начинается, где взять, что делать. Ну, как тут поспорить? С тем, что происходит в мире, нас всегда грузит. И ответ один, нормальный ответ. Где, что и почем? Где взять? Мы уже перестали бороться с нашими болезнями. Мы перестали бороться и противостоять против всяких нападков сатаны. Мы даже уже устали разговаривать с нашими детьми, подростками, которые, знаете, как бы так говорить так, тихонько нам дают еще форы. Они смотрят на нас и думают, вот, родители, нормально. Мне часто говорят, ну, как дальше вообще жить? Где брать сил на все то, что происходит вокруг меня? Мало того, что у меня дети подрастающие, мне нужно еще за стариками моими ухаживать, да, родителям, которые уже в очень преклонном возрасте, и одни, и другие болеют. Рэбе, не только силы не хватает на эти две части общества, которые малые и старшие, уже не хватает даже желания не служить, не молиться, не читать. У меня на все на это уже нет никаких сил. Я уже не могу выдержать то, что происходит вокруг меня. Где те все обещания, которые Бог давал, что будем жить лучше, красивее, свободнее, да? Где те все обещания, которые я получал от Бога, когда я был еще молод, в расцвете сил, верующий в процветание, в милосердие Божие. Так долго мы в служении, знаете, находимся, что уже иногда сгораем от переживания неисполненных мечты. Но вам скажу, скорая помощь уже в пути. Скорая помощь уже в пути. Как бы ты ни ждал, как долго бы ты ни ждал, она уже в пути. Что я имею в виду? Силы, они уже в пути. Бог желает, чтобы мы обновились в силе, чтобы мы переживали его, потому что это сущность. Бог не создал нас вечным двигателем работы. Обстоятельность, переживание. Бог не создал нас вечно работягами, которые просто загружаются и у которых руки опускаются. Мы не супермены. У нас есть тот Бог, который отвечает. Потому что ангелом заповедовал тебя охранять на всех путях твоих. Псалом 9, 1 стих. Знаете, почему я говорю на эту тему? Как вы придумаете, почему я опоздал сегодня? Я всегда встаю в субботу в 5 часов утра. Я встаю, готовлюсь, я молюсь, я просматриваю свои записи, то, что я делал, дополнять. Может, что-то еще есть. И вот представьте себе, я уже был готов ехать, и все уже собрались внизу. Кто-то что-то говорит. Я начинаю переделывать некоторые части, и вдруг я понимаю, что все, что я готовил до этого минуты, все ушло. И мне Бог говорит, ну как, руки опустились? У меня слезы потекли. Так сильно работал. Так думаю, вот послание, которое хотел дать людям. Вот это послание, которое хотел говорить, что скорая помощь на пути. Я пошел наверх, и говорит, Таня, молись за меня. Я просто не знаю, что делать. Потому что восстановить не могу. Все, что готовил, готовил, нет. И все, что нужно сказать. Знаете, как бы ты в таком порыве послания, и тут оно ушло. В облака куда-то. Знаете, пошло туда с ангелами танцевать. Усталость и бессилие, знаете, меня как бы так не покидало несколько дней. Я только уставший такой, думаю, наверное, на эту тему надо поговорить о себе самом. И тут как бы вся проповедь ушла. Все-таки мы не одни, я не один в таком состоянии. И знаете, усталость и бессилие не являются пороком. Это не грех. Это не грех. Это состояние человека, когда приходит апатия ко всему тому, что Бог делает. Но причиной опускать руки у нас абсолютно нет ни у кого. Причиной опускать руки в ситуации, в которой мы проходим, переживаем, у нас нет. И мы не должны стремиться изменить ситуацию вообще. Особенностью. Мы, если своими силами хотим изменить, мы ее не изменим. Но если мы опускаем наши руки без упования, то ситуация, как бы ты ее ни крутил, она изменится. Исайя 40, голова 30 стих говорит, утомляются и юноши. Молодежь. Я часто разговариваю с Владом, и он говорит, где вы берете силы? Я скажу, там, где они всегда есть. Влад всегда есть, эти силы. Но и слабеют. И молодые люди падают. Падают. Вы скажете, все, мы уже все, кому за 50, можно спокойно отдыхать. Нет, друзья, не нужно. В этих стихах указывают нам на наши природные свойства. Природные свойства уставать. Мы не вечный двигатель, наше тело не вечное состояние борьбы, работы, движения и так далее. У нас приходит момент, где мы устаем. Но вопрос, где брать силы? Где их брать? Возможно, вы устали, боретесь с экономическими обстоятельствами. Вы так настолько заработали, потому что сегодня найти работу очень сложно. И прокормить семью, и проплатить все необходимые налоги, плюс коммунальные, все остальное, платежи намного сложнее, чем это было, может, 20 лет назад. И в этом, конечно, виновата пандемия ковида, которая по всему миру. Так она нагрузила нас, что мы в наших мечтах, которые мы жили 10 лет назад, забыли, как их осуществить вперед. И у нас не хватает не только жизни, да, эти силы и дерзновения. У нас не хватает вообще выразить желание вообще что-то делать. Мы же вырвались из плена греха. Мы дали Богу обещание. Что же мешает нам его исполнить? Я скажу так, что сегодня я хочу пророчить вашу жизнь, что перемены от Бога, они грядут. Хочу говорить пророческую вашу жизнь, слова, которые, возможно, вы утеряли и не можете возобновить обратно, что эта помощь, обновление в силе, она на пути. Она уже в пути от Бога для каждого, кто ищет его и ищет его восстановление. В истории Танаха есть интересный момент, когда мы читаем, все всегда используют эту личность, очень часто используют, о вере. И даже Новый Завет, даже Новый Завет используют эту личность как пример. Послание Якова, 5 глава, 17 стих. Илья был человеком таким, как и мы. Однако, он усердно молился о том, чтобы не было дождя, и в течение трех с половиной лет не было в стране дождей. У нас здесь месяц нет дождей, уже мы умираем. Мы уже умираем. Мы уже здесь три с половиной года. Я вам скажу так, нету месяц, нету два полгода, нету, нет урожая, нету, что сеять, нету, что сеять, нету, что кушать. То есть, под гримеслами, очень понятная ситуация, что скоро грядет голод в Израиль. Зачем нам нужно было так молиться? А следующая тема. Затем помолился вновь, и небо источило дождь, и страна произвела урожай. Ну, надо было молиться так, чтобы не было дождя. Тут раз уже помолился и стал. Сколько раз он молился, помните? Кто помнит, сколько раз молился Илья Богу о том, чтобы Бог послал дочь? Семь раз. Семь раз. И то помолился, как будто веры не хватало, да? Помолил, побежал, посмотрел. Ничего нету, давай еще раз. Посылал там, молился. Семь раз. И эта история имеет интересный оборот. Потому что Илья семь раз молился, и через семи раз он выходил. И вдруг облако на седьмой раз в виде ладошки. Я думаю, что так далеко было, что он просто поставил руку, наверное, померить, какого размера. Но все равно написано, Третья Царствия, 18 стих, седьмой раз тот сказал, вот наиболее облако поднимается от моря, величину, в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Тут как бы история такая, если дождь, то нужно насладиться. Знаете, когда люди получают дождь, особенно, если это летом, или в любом месте, и долго не было, стоят и наслаждаются этим дождем. Давай больше. А тут, видно, такое от Бога было побуждение. Дождя будет много. Это не слепой дождь. Это будет много дождь. И чтобы он успел спрятаться от дождя, чтобы он не просто намок, а чтобы он не слеснул где-то по пути. Пускай запрягает лошадей и вперед. И между тем небо сделалась мрачная тучь, от ветра пошел дождь, большой дождь. Ахав же сел в колесницу и заплакал. Поехал в Исраиль. И была на Илье рука Господня. Он опоясался и остался через числа свои и бежал перед Ахавом до самого Исраиля. Вы скажете, что здесь интересного? Мы, конечно же, каждый смотрит на эту историю с точки зрения веры. Помолился? Есть дождь. Помолился? Нет дождя. Мы говорим, давайте помолимся. Потому что если Илья был таким человеком, помолился, стало, или не стало. Давайте помолимся, чтобы не стало чего-то в обществе. Или что-то случилось. Просто нужна молитва. А вы знаете, что я заметил здесь немножко другую тенденцию. Интересный момент, который Бог мне открыл здесь, в этом стихе. Он подвинул меня или подтолкнул меня именно в надежде на Бога. Как вы думаете, люди, которые пережили три с половиной года засухи, они в депрессии или нет? Наверное, такой один Илья имел желание молиться. Он говорит, я знаю, как открывать двери на небо. Я же закрыл. Наверное, я не знаю, но засуха, это предвестие голода, это вообще депрессия, опускаются все руки. И Ахав опустил свои руки. И он просил, чтобы Илья опять молился. Опущенные руки. Смотрите, есть небольшая вещь, которая стоит поговорить. Откуда сила? Как вы думаете, легко ли бежать с лошадьми? Кто пытался? Нет? Нет таких? Есть пытался? Разве что привязали к лошадям за хвост. Да? Суть, услышьте, очень важный момент. Мало того, что мы фокусируемся на том, что он помолился, пошла дождь, мы забываем следующее. Расстояние, куда ехал Ахав, а Илья бежал, было 32 километра от того места, где Илья говорит ему, запрягайте, хлопцы, коны. и бегом до Исраэля. Бегом, быстро, быстро. И сам он своими силами не мог это сделать, бежать. Рука Господня была на Илья. Бог, который дал ему силы, дал ему способности бежать, и не просто бежать, бежать впереди Ахава. Здесь ситуация очень интересная, потому что вы думаете, что у Ахава были просто какие-то два осла, которые еле бегали? Я думаю, что у этого человека, который имел целую армию из Исраэля, это как раз было то место, где колесница была частью их жизни. Это военное орудие. Это то, что мгновенно могло сорваться. Это отобранные лошади, особенно для царя. И я хочу показать сверхъестественное. Да, и Писание говорит, это Илья как обыкновенный человек, помолился и все. Но здесь сверхъестественно тогда, когда уже все было разочаровано, не было сил, и Бог, дающий силы не просто бежать, а бежать впереди разочарованных людей. Впереди разочарованных людей. Мы призваны быть больше, чем просто победители. Илья, впечатленный Богом и Божьим ответом, был также обличен в силу, чтобы бежать перед теми, кто нуждался в Божьем ответе. Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и как на высотах моих поставил меня, научает руки мои, брани, мышцы мои сокрушает медный луг. Псалом 17. Бог. Бог припоясывает меня силою. Когда у нас приходит изочарование, опускаются руки, ни за что не хочется браться, особенно за воспитание детей, помощь старикам, у нас такое делается, что мы говорим, где эти силы, откуда? У меня вопрос к вам, ко всем, что за пессимистический настрой, где брать силы? Знаете, когда и шел опоздавший жених, ответ был очень простой, вам нужно было пойти купить, пойти приобрести, пожертвовать, не жадничать, а делать. Я хочу вам сказать, сила у Бога, это не просто мои слова для тех, кто сегодня опускает руки и помнит прошлое, но не простирается вперед. Все обетования, которые Бог дал, и мы опускаем на них руки и говорим о неудаче, все, все сокрушилось, нет ответа на молитву, все служения, которые я делал, теперь меня не интересуют, нет сил работать с людьми, нет желания, нет строить желания вообще ничего, особенно Божье царство. Мы иногда думаем, что мы свое царство строим, но на самом деле мы строим то, что Бог нам вручил. Пшалом 61, 12 стих, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Ничего не хочется делать, и нам не хочется просить, зачем он напрягать, зачем это ему нужно, если он до этого ничего не сделал, зачем это сейчас. Друзья, мы в нашем теле, мы устаем от того общего состояния, которое происходит в мире, от тех, обстоятельств, которые окружают нас в нашем доме, в наших служениях и в нашей работе. Мы иногда думаем, что это состояние, нежелание вообще служить, благовествовать, делать работу Божью, это все из того, что не исполнилось какие-то обетования Божьи. Мы ошибаемся. Бог смотрит на людей, которые желают, да, и он не судит тех, кто устают, потому что у него есть сила, у него есть источник нашего восстановления. Когда мы думаем, что нет уже выхода из этих скорбей, проблем, как Голиаф, все эти проблемы, ситуации на нас надвигаются, насмехаются над нами, которые мы в ушах своих слышим, где твой Бог в этих обстоятельствах? Нам не хочется сражаться, нам не хочется подвизаться за веру, мы опускаем наш двоих острый обоюдоострый в меч, опускаем наш щит, и мы удивляемся, почему сатан может так спокойно нас поразить, достать нас. И мы говорим, ой, какие мы жалкие перед собой. Исайя 40, 28, 31. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разве мы его не следим? Он дает утомленному силу, разве ты не знаешь, что он дает утомленному силы и изнемогшему дарует крепость? Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлей, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Когда я читал это, я понимаю, что мои силы человеческие иногда достают меня, и мне ничего не хочется делать. Как сегодня, да, я с радостью готовил эту проповедь, и когда все ушло, стерлось, сил уже делать этого не было. Времени делать нету. Знаешь, и слова, которые были мудрее от моей жены, от моих детей, от Ромы, и моего брата Ромы, да, вот, просто надейся на Бога. Бог даст тебе силы, подумай, и мне пришлось взять себя в руки, взять себя в руки, потому что я понимаю, что это моя ответственность, это, это моя ответственность перед обществом, перед людьми, перед Богом, донести то, что Он положил мне на сердце, и помочь многим, которые надеются изменить свою жизнь. То есть, когда ты ищешь силы Бога, Он тебе их даст, дарует крепость и продлевает именно поддержку в ситуации. Внезапно, неожиданно приходит обновление, когда ты страдаешь, Бог посылает помощь, и не один ты в этом мире. таких, как ты, много, таких, как я, много. Даже Мессия, облегшийся в человеческую плоть, то есть, в твои и мои проблемы на этой земле, Он переживал те же самые абстракты, которые ты переживаешь. Он не стал исключением тревог, переживаний, наверное, разочарований. Будучи Богом воплоти, Он переживал прохождение тех событий, которые Его ожидали после Песоха. По этой причине Он пришел в Гавсиманский сад, чтобы приобрести силу для своего призвания. Он пришел, интересная ситуация, Бог не пощадил своего сына, отдав его на страдания ради всех нас. Поэтому, несомненно, вместе с ним сыном не даст ли и остальное послание к римлянам. Он отдал своего сына и с ним же в его страданиях, его переживаниях, его тревогах, он дает и нам все остальное, то есть победу дает нам через это. Разве Бог не дарует нам силы для прохождения того, через что мы проходим? Я обращаюсь сегодня и к молодым, и к пожилым. Я обращаюсь сегодня к вам, верующим в Бога людям, знающим Его. помощь от Бога уже приготовлена для тебя. Она уже подана, когда мы даже этого не жмем. Она уже подана. Да, я с радостью мирюсь со слабостями, скорбами, трудностями, гонениями и проблемами ради Мессии, поскольку я силен только тогда, когда я слаб. Если мы поймем, когда мы проявляем свою слабость, то есть мы переживаем свою слабость, нежелание что-то сделать, не делать то или другое, что мы раньше делали спокойно, и нам не хочется, поверьте, в эту минуту вы самые сильные. Знаете, почему? Только сильный человек может обратиться к тому, кто может изменить все. В слабости. Потому что в слабости чаще всего хочется на все наплевать, бросить и сказать, не буду больше делать, не хочу, не собираюсь, никому это не нужно. Поверьте, это все нужно вам. Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело того, чтобы слышать. Это в этом говорит Исайя в 59 главе. И так как мы последователи Ишуа, мы должны знать, откуда у нас есть источник, и где этот источник сил. Сам отошел Ишуа от них на версия на камень, и поклонился в колени и молился, говоря, отче, ой, если бы Боговолил принести эту чашу мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя будет. Явился же ему ангел с неба и укреплял его. Слово укреплял, значит, что у него уже не было сил. У него не было сил в тех переживаниях, в тех скребях, которые он прошел, и что ему принадлежит еще пройти. Как вы думаете, если сам, сам Божий Сын Машех почувствовал себя бессильным, что же нам, как людям, которые во плоти, делать? Наверное, следовать тем примерам, которые у него есть, чтобы мы видели его переди нас. и, надеясь в барении, прилежно молился и был под его как капли крови, падающие на землю. Насколько нужно было переживать? Как много и как часто мы переживаем о том, что у нас происходит? И мы можем сказать, что мы видим перед собой Ишуа, Господа, который был укреплен ангелом Божьим для того, чтобы пройти тот путь, который ему готовил Бог. чтобы мы имели не только оправдание спасения, но и пример для подражания в тяжелые для нас времена. Это пример. Вы знаете, не только Ишуа, но и Павел Равшаул был разочарован обстоятельствами, где и нужно было ему вдохновение на труд. Многие из нас благовестники, многие раз служат в служении в домашних группах, тех ответств, которые у них есть по служению, им приходит иногда такое зачарование, потому что то, что происходило с Павлом, он, имея надежду, имея то призвание, вдруг в одном из городов благовествия в течение многого времени не имеет ни одного спасенного. Деяние апостола 18 глава. Старейшина этой синагоги Крисп поверил в Господа вместе со своим домом. Многие коринфяне тоже заинтересовались, поверили и начали принимать крещение. Ночью Господь в видении сказал Павлу, не бойся, говори безумоку. То есть, пришло зачарование, если будет читать выше, пришло огромное зачарование, и он говорит, я все устал, иду я проповедовать язычникам, достало меня все это. Бог говорит, подожди секунду, в ночном введении является Господь, чтобы укрепить его, поддержать его, и говорит, я с тобой, тебе нет кого не будет зла и насилия, потому что в этом городе народу у меня много. Павел провел там полтора года, учил Божьему Слову. После этих слов, когда Бог вдохновляет, Он дает надежду, Он дает силы, Он дает стремление. Мы, когда ожидаем Божьего ответа, нам нужно почувствовать силу обновления, которое дает нам шаги вперед, обновления в надежде и в целях, которые Бог нам давал раньше и дает сейчас. Когда кажется, что все труды напрасны и нет результатов, то что становится причиной для расстройства должно стать нашим орудием для того, чтобы идти вперед. Нужно надеяться и говорить с Богом. У нас один есть путь, хотя и весьма узок. У нас очень узкий путь, потому что широкий путь ведет к погибели. И если мы выбрали узкий путь, на котором наши терны, волшцы, мы ранены, он узок, но ведет правильное направление. Мы должны стремиться на этот путь. И как пастор, как рэбе, хочу сказать, что мы должны использовать Писание как основу веры. Писание говорит, иди этой дорогой, ты не попадешь в ловушку, ты сможешь бежать и не споткнуться, и во всех делах ты будешь безопасности. Притча 4 глава. Там говорит еще другое, иди, и у тебя будет силы побежать. Нужно идти вперед. А перед тем, как позвать каждого из нас, каждого из вас к молитве, кто уже опустил свои руки, у которого в голове такая мысль, а вообще зачем все это я начинал или начинала? Зачем мне все это нужно? А есть такие, которые настолько разочаровались в Боге, что вообще говорят, а во всем том, что я прошел, пережил, эти обещания, которые мне были данные, вообще Господь есть вообще живой? Я хочу в вашем разочаровании сказать, что скорая помощь уже в пути. Силы, которые Бог дает, они уже близки. И перед тем, как вызвать, хочу еще рассказать одну историю. Я почитаю целую главу, главу, которая связана со страхом, а также со встречей, разочарованием и стремлением. Разочарование в том, что мне хочется жить, а успех в том, что вышел Бог навстречу и сказал, пойдем вместе. А человека, который в своем пути нашел ученика, который стал вдвое помазанием его, продолжая историю с Ильей. И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Ахав Иезавель посланница к Ильи, посланница, сказать, если ты Илья, а я Ахав Иезавель, то пусть то и то сделают мне Боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то, что ты сделал с душой каждого из них. Увидев это, Илья встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Опустились руки. От страха опустились руки. Нету сил уже дальше противостоять Иезавели и всему идолопоклончеству Израиля. Пришел в Версавию, которая в Иудее, оставил отрека своего там. А сам отошел в пустынный на день пути, придя, сел под можжевельником. И просил смерти себе и сказал довольна уже. Господи, хватит. Кто из вас в таком состоянии? Хватит. Вот реально, Боже, хватит. Нет сил. Я всю жизнь правильно жил. Все то, что ты просил, делал. Все то, что ты сделал, я видел. А вот теперь все. вот тут. Лучше умереть и быть с Богом вечно, чем через это все проходить. Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег, заснул под можжевельным кустом. И вот ангел коснулся его, толкнутость, сказал ему, встань, ешь и пей. Историю помните, да, такую же? Толкнул Петра. Че, че спишь? Выходи. Тук-тук, кто там? Взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его, сказал, встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою. Встал он, поел, напился, подкрепившись той пищей, сел, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. Пошел он там и в пещеру, ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, сказано ему, Господь, сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Что ты здесь, Света, Роза, Рома, Юра? Что ты здесь? Чего ты тут находишься в этой пещере? Он сказал, возрежновал я о Господе Боге Саофе, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом, остался я один и моей души ищут, чтобы отнять ее. Все уже, нет служений, нет прорыва, нет пробуждения, то, что переживали раньше, все разрушено, все жертвенники разрушены, что делать, куда идти, какое видение, что мне делать, лучше умереть. Сказал, выйди, встань на горе перед лицем Господнем, и вот Господь пройдет и большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не ветри Господь, после ветра землетрясения, но не землетрясение Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня вене тихого ветра, штильты, и там Господь. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своей, вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты тут делаешь, Илья? Он сказал, возриновал я, Господи, Бог Исаофи, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенник твой, и пророков твоих убили, чем остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее. Сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, когда придешь, помаж Азаила в царя над Сирией и Юя сына на Мессии помаж в царя над Израилем и Елисея же сына Саватова из Авии Михолы помаж пророки вместо себя кто убежит от меча Азаилова тот умрет того умертвит Иеви А кто спасется от меча Иева тот умерт того умертвит Иелесей Впрочем я оставил между израильтянами семь тысяч мужей всех сих колен не преклонили перед Аваалом и всех сих уста не в лавзале его он пошел оттуда нашел Иелесея сына Асафов когда тот орал двенадцать пар валов было у него и сам он был перед двенадцатью Илья проходил мимо его бросил на него милость свою и оставил Иелесей валов обижал за Ильею и сказал позволь мне поцеловать отца твоего моего и мать мою и я пойду с тобой он сказал ему пойди и приходи назад ибо что сделал я тебе где ты сегодня где твои руки возможно ты разочарован тем что происходит вокруг тебя заботы которые окунули тебя и у тебя не только нет сил сегодня быть в служении тому к чему Бог тебя призвал у тебя даже нет сил разобраться с самим собой и возможно это состояние не одного человека а состояние многих общин и церквей я верю что сегодня Бог говорит у меня есть сила для твоего служения у меня есть сила и источник для радости в которой ты должен находиться у меня есть ответы на твою жизнь и если ты упал устал на пути и тебе уже воплем кричишь не хочу это ничего делать мне это уже не интересно и не интересует я хочу призвать вас к молитве молитве Ильи который помолился и небо закрылось потом помолился и небо открылось хочу помолить чтобы вы помолились это молитва Ильи чтобы эти небесные врата эти двери благоволения дождя Божьего насытимость этой влагой до этого обновления не спасли на вас не сошли на вас на вашу жизнь и то что кажется и казалось мертвым и где оно не имеет никакого никакой перспективы на будущее ожило сегодня радость ожило сегодня Ишуа сказал что я никогда не оставлю вас и не покину и я пошлю вам утешителя который является духом святым который напомнит все слова которые я говорил вам он не оставит тебя он сегодня здесь чтобы духом святым ты воззвал к нему сделал прорыв потому что он нам дан чтобы нас утешать нас поддержать и когда нам не хватает силы он становится источником силы молясь всегда Богу духом святым это непростое обетование непростое пожелание это намек на нам чтобы мы всегда молились мы не опускали свои руки поднимали к нему и говорили оба у меня нет сил и когда у меня нет сил ты силен во мне во мне дух святой во мне действуй говори во мне обними меня утешь меня дай мне надежду сегодня вставая наши ноги там в большом зале либо здесь пускай это минуты будут мы минуты с ним с Богом который рядом рядом потому что дух святой это тот наставник тот помощник который рядом рядом шоу поднимая к тебе свои руки оба я прошу тебя прощения когда приходили эти мысли а зачем все мне это надо дух святой ты тот кто утешает наполняет то что освежает и дает новое и обновленное видение побегу и неустанно потеку я буду течь в этом потоке твоего Духа Святого я буду наслаждаться тобою потому что только ты утешение только ты Господь ты обновление мое и сегодня мы раскаиваемся в своем превзятом отношении относительно нежелания быть на твоей ниве даже когда эта нива является моим домом моей семьей когда мир переполняет своим беспечием своими трудностями где мой источник только ты я сдаюсь Господь ты Господь прикоснись ко мне мне нужно твое обновление чтоб бежать чтобы бежать чтобы бежать впереди Ахава бежать впереди Ахава бежать впереди Ахава бежать перед теми у которых нет надежды у которых даже не было упования на Бога бежать перед теми и знать что ты моя сила и ты мое обновление бежать 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 ахава ахава мне хранишь ты силы обновляешь ты Бог эмануит все в руках твоих и голова и видящий вот опять стою пред тобой тебе все отдам тебе все отдам отдадим ему все все сейчас меня отчаянно я еще приближай жажду тебя я жажду тебя остаюсь Бог я сдаюсь Бог чтобы познать тебя все больше знать тебя я сдаюсь Бог я сдаюсь Бог чтобы познать тебя чтобы я сдаюсь сильным ветром я остаюсь Бог чтобы познать тебя чтобы познать тебя сильным ветром ты ешу обо мне дыши в жизни моей волей своей правды ты прикоснись Господь прикоснись к тем кто в зале пошел поднимая к тебе наши руки не музыка а отношения с тобой может не просто песни Господь а сердечный зов к тебе мы нуждаемся в тебе я сдаюсь Господь . Жама 神ова , волей своей правды о . С suffered вдень от миров миров . Боже бог жизни миров волей своей правды я стою, Бог, я стою, Бог, чтобы восстать Тебя, еще больше знать Тебя, мой Бог, я стою, Бог. Когда я устал на пути, Ты даешь сил и обновляешь, я провозглашаю в Твою жизнь, Ты услышишь это один раз, Бог один раз сказал, вот ты услышишь дважды, для своего тела и для своего духа, сила у Бога, сила у Бога. Сила у Бога, возможно, ты уже устал бороться против болезни, безденежья, ситуации в семье, возможно, не бесповоротные какие для Тебя ситуации в Твоих детях, либо вообще в бизнесе. Я говорю тебе, Твою жизнь сегодня сила у Бога, сила у Бога, сила у Бога, для того, чтобы идти и побеждать, жить и мечтать, смеяться и плакать. Сила у Бога, радость у Него, жизнь полная благословения в Нем. И несмотря на те обстоятельства вокруг нас, у Тебя, Боже, моя сила, еще больше за Тебя. Да богословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да бресрит на Тебя, Господь, светлым лицем Своим, помилуй Тебя, да обратит Своё лицо, Господь, на Тебя, в Твоих обстоятельствах, в Твоей безнадёге и, может, в Твоём неверии, что что-то может измениться и даст Тебе ответ, Свой шалом, что завтра не будет, как вчера. Не будет, как вчера. А сегодня, оно не вчерашний день. Мы одним шагом ближе к Богу. Во имя и шоу на заре.